Смотрите выпуски. В благодарность учителю в Биробиджанской филармонии в торжественной обстановке наградили лучших педагогов года. Сред Биробиджан в еврейской автономии стартовал второй фестиваль языка «Идиш». Тепло и комфорт. В областном центре официально стартовал отопительный сезон. Энергетики заявляют о полной готовности к нему. В здоровом теле здоровый дух. Руководители города посетили открытый урок на новом стадионе лицея номер 23 Биробиджана. Своих не бросаем, своим собираем. Акцию поддержки мобилизованным землякам инициировал медиахолдинг «Ирия Биробиджан». Торжественная церемония, посвященная чествованию работников системы образования ЕАО, прошла в областной филармонии. В зрительном зале собрались не только ветераны педагогического труда и ныне работающие преподаватели. Пришли те, для кого учитель – это одна из важнейших профессий в современном обществе. Кто испытывает чувство благодарности к своим учителям, кто разделяет с ними радость общего народного праздника. Он действительно, воистину, всенародный, потому что у каждого из нас есть свои учителя, те замечательные люди, которые заложили в нас и умения, и знания, и отдали огромную часть своей души для того, чтобы мы стали тем, кем мы являемся в настоящее время. По доброй традиции, в честь профессионального праздника преподаватели получили заслуженные награды, почетные грамоты и благодарственные письма за значительные успехи в воспитании, обучении и просвещении подрастающего поколения. Официальные торжественные поздравления смешались с душевными пожеланиями представителей региональной власти и областного парламента. Прежде всего, вы отдаете частичку себя. И, как говорил еще Менделеев, что учитель гордится своим учеником, своим зерном, которое сеет в голову его. Поэтому каждый из вас, как показывают нынешние времена, воспитывает действительно достойных ребят, действительно достойных учеников. Профессия педагога позволяет все время ощущать свою причастность к судьбам людей в постоянно меняющемся мире. Ведь именно учитель должен содержать в себе неиссякаемый источник мудрости, закладывающий фундамент дальнейшей жизни воспитанников. Сегодня действительно все не стоит на месте, все движется вперед. Изменения, которые происходят сегодня в школе. Но, я думаю, неизменным остается то, что любой педагог должен идти работать в школу с любовью к детям. Без этого никак нельзя. Будет любовь к детям, будет все получаться. Замечательное настроение и вдохновение на дальнейшую учебную деятельность всем собравшимся в этот день подарили творческие коллективы области и Дальнего Востока с танцевальными и музыкальными номерами. Екатерина Кувалдина, Павел Славин. Новости 21. С творческой встречи в Биробиджане стартовал фестиваль языка Идиш. В начале вниманию гостей были представлены выставки старопечатных и современных книг на Идиш, картин, штрихи к портрету Бузи Миллера, собрание предметов быта и вероисповедания еврейского народа и другие. Сегодня некоторые говорят, что Идиш – язык исчезающий, но для участников фестиваля и всех жителей ЕО – это особая часть культуры еврейского народа. Он остается языком, одним из немногих языков, которым пользуются еще тысячи людей, и на котором написано много исторических, много книг, литературных произведений, много архивных материалов, связанных с историей нашей еврейской автономной области. Но и для нас это тот язык, который был государственным языком, одним из основных языков на территории нашей области для первых переселенцев еврейских. С жителями и гостями города встретились писатели-литераторы и творческие деятели области. На протяжении четырех дней основными площадками фестиваля станут многофункциональный центр, областная филармония, еврейская религиозная община Фрейд, Биробиджанский колледж культуры и городские библиотеки. Для участников и гостей проведут мастер-классы, беседы, интервью, открытые уроки языка, творческие встречи и концерты. Мероприятия в рамках фестиваля пройдут и в районах автономии. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости 21. Отопительный период начался в Биробиджане 5 октября. С этого дня все теплоснабжающие организации приступили к плавному запуску систем теплоснабжения. Именно поэтому приход тепла в дома будет не одномоментным. В первую очередь отопление появится в социальных учреждениях, лечебных организациях, детских садах и школах. Потом в жилых домах, административных зданиях и предприятиях. Как правило, на запуск системы отводится от 3 до 5 дней. На протяжении всего летнего периода и весеннего периода мы проводили подготовку к отопительному сезону. Менялись трубы, теплотрассы, водоканал тоже много ремонтных работ провел. Облэнергоремонт плюс ТЭЦ со всеми управляющими компаниями отработали. Поэтому весь фонд жилья у нас готов на 100% к отопительному периоду. В преддверии отопительного сезона специалисты Биробиджанской ТЭЦ провели всю необходимую подготовительную работу. В районе микрорайона имени Бумагина заменили участок теплотрассы длиной 86 метров. Провели ремонты котла агрегатов и расширенные текущие ремонты котлов номер 5 и 9. Нормативный запас топлива уже сформирован. При нормативе 32 900 у нас сегодня на складе 38 тысяч. То есть уголь имеется выше нормативного запаса. И поставки отгрузки уже идут. Отгрузки августа догоняются и отгрузки сентября. То есть уголь к нам приходит с трех месторождений, путь 2-3 недели. В планах у специалистов теплоэнергоцентрали текущий ремонт котла номер 4. Проводятся ремонты и мониторинг состояния других агрегатов станции. Как утверждают специалисты, Биробиджанская ТЭЦ полностью готова к прохождению отопительного сезона. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Богдан Патрин, Новости 21. Закончилась основная часть работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории лицея номер 23 города Биробиджана. Этому событию посвятили открытый урок. Обновление материальной базы учреждения ведется в рамках национального проекта «Демография». Администрация и учащиеся лицея с нетерпением ждали открытия фокота. Фокот еще не завершен до конца, еще нужно сеточку натянуть на ворота, где-то там яму для прыжков доделать, песок просеять. Такие мелочи остались, работы еще не приняты, но обратились руководители школы, дети захотели опробовать новое поле, поэтому симпровизировали немножко, провели такой небольшой открытый урок, веселые старты, дети все в восторге. Качественная спортивная инфраструктура не только способствует привлечению большего количества людей к занятиям спортом, но и повышает безопасность уроков физкультуры. Я тоже 40 лет работаю, и когда дети бегут по площадке, которая соответствует стандартам, это, конечно, повышает, улучшает проведение урока, улучшает качество знаний детей, знания, умения, сформирование навыков. И для меня это очень приятно, потому что будет меньше травм, а это самое главное. Приятным дополнением для нового стадиона стал и новый спортивный инвентарь. Для этого местное отделение партии «Единая Россия» преподнесло школе подарок. Конечно же, местное отделение поддерживает открытые такие уроки, и от местного отделения был вручен подарок, это сертификат на приобретение спортивных мячей, чтобы ребята могли на новом поле тренироваться новыми мячами. Новую площадку планируют задействовать не только для нужд лицея. Рассматривается возможность открытого допуска на факот жителей города, не имеющих отношения к учебному заведению. При выработке возможных решений основное внимание уделяется обеспечению безопасности учащихся и минимизации вандализма. Есть и зимний футбол, да, то есть у нас спортсмены очень часто играют именно зимой, то есть его очищают. Заливать мы не будем, каток делать здесь не будем. Я считаю, что двойное его назначение, оно все-таки ухудшает качество покрытия, поэтому наша задача не просто построить и сделать спортивный объект, но и максимально долго его сохранить в хорошем работоспособном состоянии. Поэтому постараемся на следующий год заложить и денежные средства на обслуживание этих спортивных объектов. В данное время строительные работы завершены на еще одном подобном спортивном сооружении, которое возводилось на базе школы номер 7 города Биробиджана. Официальное открытие объектов ожидается уже в ближайшее время. Андрей Пархамей, Денис Листюхин, Новости 21. Акцию «Собираем своим» в поддержку мобилизованным гражданам ЕАО инициировал медиахолдинг «Риа Биробиджан». В условиях стремительно начавшейся частичной мобилизации даже отлаженная система снабжения армии столкнулась с нехваткой простых вещей, которые сегодня так необходимы нашим землякам. Вода, медикаменты, средства личной гигиены и многое другое соцсети неоднократно облетели списки необходимых мобилизованным товаров. В крупнейших супермаркетах центральных торговых сетей города установлены специальные корзины с логотипами акции «Собираем своим», куда любой желающий сможет внести свой вклад в поддержку наших соотечественников, призванных в ходе частичной мобилизации. Мы ежедневно сделаем сбор вещей из этих корзин, сортируем и отправляем их на те точки по возможности либо через военкоматы, либо если есть срочная необходимость, садимся на машину и едем, отвозим сами. Если же человек уверен в месте нахождения адресата посылки, он может сам передать ее в холдинг «Риа Биробиджан» и ценный груз наверняка дойдет к месту назначения. Очень многие люди хотят быть полезными, очень многие люди хотят сделать свой вклад. Они просто не знают, как это сделать. Мы помогаем людям, организуем это и системно доставляем все на пункты сбора. К акции медиахолдинга уже присоединилась общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и ряд крупнейших предпринимателей области. Если и вы хотите помочь нашим землякам, находящимся на пунктах сбора частичной мобилизации, ищите специальные корзины в крупнейших торговых центрах Биробиджана. Вячеслав Пасманик, Кирилл Богаченко, Денис Листюхин. Новости 21. Смотрите далее. Комфортная городская среда с новыми дворовыми территориями. Готовность к благоустройству объектов в 2023 году обсудили в правительстве области. Минуты долгого ожидания. Как в Биробиджане решают проблему соблюдения графика движения автобусов и чего ждать зимой. Одежда и снаряжение для мобилизации. Как обстоят дела с наличием этих товаров в магазинах Биробиджана. Внимание, забота и самоотверженность. За активную добровольческую работу наградами главы ЕАО Ростислава Гольдштейна отметили жители области. Состоялось заседание Центра компетенций по вопросам городской среды ЕАО. На собрании рассмотрели проекты, запланированные на 2023 год. Совещание проводилось для выбора дворовых территорий и определения суммы затрат на их преображение. Наиболее проработанные проекты преобразования дворовых и общественных территорий на данный момент подготовлены только для областного центра. Есть четыре проекта, опять же повторюсь, согласованные с жителями этих дворов, на сумму в 40 миллионов рублей. К сожалению, у нас 17 миллионов запланировано по КГС, поэтому попадают только два двора. В принципе, мы готовы объявлять аукционный и в октябре контрактовать полностью КГС на 2023 год. Всего от муниципальных районов области были внесены предложения по 23 проектам, среди которых предложены для повышения комфортности 14 дворовых и 9 общественных территорий. Мы требуем, чтобы у нас была комплексная программа благоустройства, не отдельно взятые какие-то элементы. Ну, если где-то надо закончить, мы готовы рассмотреть. А так, это комплексный подход. Разные зоны должны быть, игровые зоны, зоны воркаутов, спортивное какое-то ядро, спортивные площадки, отдых для более возрастного поколения. Те же урны, лавочки для удобства должно быть из асфальтированной территории. Из-за частого отсутствия обратной связи от граждан, уже благоустроенные дворовые территории не являются достаточно востребованными у населения. Поэтому приоритетный статус при проведении работ по благоустройству получат проекты, которые максимально ориентированы на жителей и согласованы с ними. Все проекты, которые отрабатываются с жителями, можно сделать спортивную площадку, можно детскую поставить площадку. Мы столкнулись, проезжая с проверками, выезжая с УНФ, за предыдущие годы поставили детские площадки, а в доме ни одного толком ребенка нет. Итогом заседания стало продление сроков подготовки проектной документации по объектам, которые планируются благоустроить в 2023 году до 15 октября. Андрей Пархамей, Денис Листюхин, Новости 21. Недовольство по поводу несоблюдения графика движения общественного транспорта выразили жители Биробиджана. С началом учебного года проблема обострилась. В час пик городской транспорт переполнен, автобусы по-прежнему нарушают график или вовсе не выходят на линии. На сегодняшний день с частными компаниями мэрии города проводятся систематические совещания. Ведется проверка качества предоставляемых услуг. Ряд замечаний уже решен. Но говорить о том, что проблем нет, еще рано. А утром так в больницу предпочит срочно. Я не могу добраться до нее, если где-то живу, например, на Бумагино. А мне надо, например, в 8 утра уже быть в больницу. А утром не дождешься его. В выходные вообще, даже днем, не то что вечером, утром, даже днем поехал в магазин, в час дня стоишь, ждешь, ждешь, автобус по часу ждешь. Сейчас становится холодно и просто замерзаешь, стоишь. И приходится вызывать такси, ехать проще на такси, потому что так быстрее, хоть и дороже. Заходят и спрашивают, а можно ли оплатить по карте. Кто-то приезжает из других городов, когда там уже это все есть, а мы только доходим до этого. В мэрии обещают навести порядок и с бесконтактной оплатой, и с соблюдением графика поездок во время сильной загрузки транспорта. И, кроме того, решить вопрос с нехваткой автобусов в позднее время и выходные дни. Расписание не всегда соблюдается. Есть ряд проблем. С перевозчиками проводили недавно совещание, озвучивали эти проблемы. Надеемся, что они его поправят. Если в ближайшие 2-3 месяца ситуация не изменится, тогда уже будем применять жесткие какие-то штрафные санкции вплоть до расторжения договоров действующих. Транспортную тему рассмотрели с разных сторон. В Биробиджане даже был запущен чат-бот, где автобус Биробиджан, позволяющий отслеживать расписание 24 транспортных средств. Там же можно отправить жалобу. Но это только часть решенных проблем. График соблюдается перевозчиками с трудом, а бесконтактный способ оплаты все еще под большим вопросом. Екатерина Кувалдина, Денис Листюхин. Новости 21. После объявления президентом России частичной мобилизации в магазинах военной одежды и обмундирования по всей стране наблюдается повышенный спрос на товары, необходимые для выживания в зоне боевых действий. Не стал исключением и Биробиджан. Продавцы отмечают, что в последнее время люди все чаще спрашивают теплые вещи, прочную армейскую обувь, спальные мешки и тактическое снаряжение. Спросом пользуются также бронежилеты и защитные шлемы. Продавцы говорят, что полный комплект одежды, обуви и снаряжения в среднем обходится покупателям в сумму около 30 тысяч рублей. По словам сотрудников торговых точек, поставщики немного подняли цены на определенные товары, но в магазинах Биробиджана стараются продать то, что было закуплено ранее по старой цене. Некоторых товаров уже нет в наличии и из-за загруженности оптовиков новые поступления приходится ждать намного дольше обычного. Никита Натапов, Павел Славин, Новости 21. Торжественное награждение волонтеров состоялось в Дворце культуры города Биробиджана. Благодарственными письмами и почетными грамотами губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна были награждены около 150 представителей общественных организаций области. Добровольцев удостоили за большой личный вклад, развитие волонтерского движения на территории ЕАО, социально значимую общественную деятельность и активную гражданскую позицию. Вручал награды, а также выразил свою признательность мэр областного центра Максим Семенов. Все руками органа власти сделать невозможно. И именно ваш пример, он становится в хорошем смысле заразителем. И мы видим, когда люди выходят, убирают территорию общественную, либо очень много времени уделяют ветеранам Великой Отечественной войны, очень много времени уделяют формированию книг памяти, которыми мы занимаемся, ремонту обелисков, других мест общественных. Помимо этого, волонтеры оказали большую помощь во время борьбы с пандемией коронавируса. Глава города выразил надежду на то, что в следующем году волонтерских организаций станет значительно больше. За последние дни награды были вручены более 260 волонтерам из ЕАО. 5 декабря в России отметят Международный день добровольцев. Екатерина Кувалдина, Павел Славин. Новости 21.